Смотрите сюда, вот это вот один из сайтов, да, вот тут название где-то за скобками оказалось, вот я на него нажал, ну сразу видно, что это Урал, я так постепенно, я же как, ну не помню, вот сейчас на следующем снимке увидим, да, ну я с Урал, Чимал, Уралец, Хабаровский это Дальний Восток, понятно откуда, Челябинский опять Урал, Чимальский опять Урал, Саянский, Сибирь, ладно, смотрю дальше, ну опять Байкалово, Восточно-Сибирский, Северян, Байкалово, вы начинаете верить, что действительно тут красота, меня же мордой тыкали, вы чего говорите, что мы теряем наследие великого Байкалова, вон продают, сейчас увидим, как продают, вот, Чемпион Севера, да, Горная Бакан, это тоже Байкал, о, красота, вот, вот нашел, Уральский датчик, это я перед этим Абрикос нажимал, вот сюда Абрикос, и так, хоть кто-нибудь позвоните, скажите, ну откуда дровишки, ну откуда, ну, вы все эту красоту увидели, увидели, ну откуда дровишки, еще не все, смотрите, видите вот эту фотографию, где же я тебе видел эту фотографию, внимание, да вот же она, тогда при чем тут Алтай, при чем тут семена, при чем тут честная цена, кто у кого украл эту фотографию, правильно, никто, эту не украл, эту не украл, они украли ее в это, свиснули в это, в интернете, но это ладно, вот, это ладно, ой, опять вернулся я к этому, как оно называется, памяти нет, о, Уральский датчик, я не стал бы цепляться, помните, я говорил, что я к этим, колтайцам не стал цепляться, не стал бы, и вдруг, ну, на самом последнее место, узнаете, 41 или 42 фирма, которая свиснула, почему, если вот эта фотография, почему я должен верить, ладно, я в чем обещал, помните, каждую неделю по одному разоблачению, Уральский дачник, мы работаем исключительно с проверерными поставщиками, так вы что, получается, вы ни хрена не выращиваете, что ли, читаем дальше, интернет, ах, магазин, это куда привозят, и они месяцами стоят, и медленно умирают, очень трепетно относятся к качеству, к конюшу трепетно, смотрите, качество продукции, самое главное, знаете, как качество продукции, саженство, Ураль, Урал, Дальний Восток, Сибирь, а? Да, конечно, морозостойкость, главное качество, остальное, и так видно, что корни есть, крона есть, что мы еще можем, это, про яблоки, про груши, свивы мы узнаем через много лет, значит, качество распространяется, прежде всего, на морозостойкость, привозе партии семян из других регионов страны, и мира, мы сразу обращаемся в управление Росхордественного надзора по Федеральской области, карантин растений, ну и что, привезли с Италии, меня уже получил два приглашения на это, чтобы я у них покупал и перепродавал, Италия, а вы все купились на Италии, я-то не купился, страны и мира, так почему здесь у вас, вот здесь вот не написано, что вот это с Италии, а вот это, допустим, с Молдавии, вот, а вот это, возможно, самое близкое, это Крым, потому что, ну, Крым, это, сюда привозили с Крыма, ну, тоже подсуетились, но они и каримские тут умрут, что ж про Италию говорить, ну, про это-то не слово, но и без обмана, качество, да, они, вот, вот, когда я прочитал вот это слово, Россельхознадзор, сейчас я вам объясню их борьбу с этим, они должны были запретить вообще из-за рубежа возить, уже сколько идет проклятий, что привозят всяких мушек и прочих дерьмов, вот, у нас что привезли, у нас же в Сибири миллионы яблок, мы же, правда, уже впереди планеты всей были, впереди России всей, мы же были поставщиками яблок в соседние регионы, мы, Хакасия, Юг Краснодарского края, мы, у нас уже счет пошел на яблони плодносящие, ну, не пусть, не все роскошные, как там в отдельных, но полукультурные, ранее так этих полно было, море было, и культурные были, которые пусть не самые роскошные, все было, и вот я включаю, я, извините, кто-то, кто-то, мне с колецом не знаком, я когда-то рассказывал эту историю, включаю телевизор, вот, республиканское, баканское телевидение показывает, сидит дама из, то ли Ростсельхознадзора, то ли Роспотребнадзора, я до сих пор разницу не знаю, между ними, сидит вот такая умная дама, а ведущая ей так это, а скажите, пожалуйста, первый вопрос был, вот, мы можем запретить этим, ну, она прям говорила, азиатские саженцы к нам везут, вот, можем мы их запретить? Нет, отвечает дама, не можем, а что же нам делать, спрашивает ведущая, это республиканское телевидение, это не хухры-мухры, это еще по, это, половину Красноярского края, слушайте их, и, а как что делать? Вы должны внимательно рассматривать саженцы, которые на рынке, и только вы, это, все за стулья держитесь, нет? Держитесь. Вы должны подойти и увидеться, если саженец высокий, красивый, мощенький, такой, рослый, вы его не берите, это наверняка азиат, а если плохенький, низенький такой, ну, чуть не сказал, плюгавенький, ей как-то трудно было произойти слова, она запиналась, тогда берите, это наши, то есть хиролинки наши, вот так вот, вот он и рослый хостнозор, все, что он может, и вот из-за них, а у нас же как получается, и у Михаила Михайловича, это я к министру, у нас же ни хрена не учат этих самых студентов, выпускников, чтобы они хоть что-то понимали, я вам три фамилии назвал, это на всю Россию, кстати, запомните, Матвеева Юлия, Сергей Железов, Елена Савич, эти люди вам нужны, вот, а вы про них не знаете, я боюсь, никогда не узнаете, вот это самое страшное, значит, вы продолжаете то самое дело, когда, если перед вами не поставят задачу выпускать студентов, Сергей, Юлия и Елена могут их уже учить, или еще лучше заниматься селекцией, чтобы по всей России, вот эти, и чтобы не было такого, чтобы взяли эти, в общем, все понятно, продолжаю, и так, значит, получается, в отдел карантина, все, и пожалуйста, это, все, из, которые в уральский дачник, все, что вы привезете из рубежа, вот видите, почему я считаю, что броню, все ваше, это, все, что вы привезете из рубежа, потому что нету в России этого, нету, я имею ввиду, абрикосов такого качества, питомников в России, нету, 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 понимаете, нету, поэтому фотографии свистнуты у Байкалова и у Железова, еще у кого-то, нету, вот, тогда вот здесь пишите, Италия, Испания, Голландия, Молдавия, самая ближая к нам Польша, где еще хоть что-то теплится садоводством, и польское, и все это, лучше бы тут сразу писали, значит, претензий не принимаем, потому что все это умрет, но они могут, им зарабатывать надо, они зарабатывают на мошенничестве, вот я с вами рассчитался, вот таких еще сотни, вот за это, за вранье, знаете как, пока готовил тот материал, смотрите, груши лесная красавица, купить в Румынии, вы знаете эту фотографию, помните, я прикалывался, в Казахстане она есть, в смысле, свиснутая, как казахстанцы торгуют этими южными, Казахстан с севера, вот сегодня Казахстан, это та же Сибирь, кто не знает, а если степь, то еще страшнее Сибирь, чем тайга, вот, бураны и прочие радости, так вот, добавилось, в Румынии, поздравьте, мое признание, все расширяется, вот, видите, и слово-то знает лесная красавица, купить, в Румынии купить, в Румынии, да, но я уже не выдержал, второй раз показываю, извините, просто они рядом были, эти две фотографии, вот, ну, понятно, почему дешево, это же эти, джетчики эти, Беломские, вот, тоже моя фотография, а кто еще сомневается, вот она, видели, еще раз показать, вот, кто-то потом вернется, скажет, ну, хоть-то раз железо поймаю, а вот, свистнул железо, у этих, у Румын, фотографии, а эти, хвастаюсь, что это его, вот, видите, вот так вот, кстати, эта ветка не имеет права на ссывание, но что они все вниз растут, я вам потом покажу специально, особенность груш, что у них, в многих сортов, многие ветки растут вниз, но идиоты, зная о принципе, что дерево должно иметь форму, по закону, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи, хи-хи-хи-хи-хи-хи, ладно, ну, с грушами мы маленько уже знакомимся, так, кстати, видите, это плодовая веточка, она вся плодовая, а вот эти плодовые образования, то есть, это один год, два, ну, максимум три, от плодоносит, и все, вот, а я, хотите ее это, считайте, что это колонна, захотел бы, набрал бы, Субтитры сделал DimaTorzok